Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компании, которая дает честную гарантию. Компании, которая осуществляет быструю доставку и компания, которая заботится о всех наших клиентах. 100 тысяч запчастей ждут вас на наших складах в Москве, Питере, Минске и Крыму. Поэтому звоните, пишите нам и заказывайте. Прямо сейчас маленький бензиновый двигатель Mitsubishi 4A90. Двигатели семейства 4A9 были созданы инженерами Mitsubishi Motors в 2004 году, а производились на заводе Dahmer Chrysler в Германии. Соответственно, они ставились на автомобили Mitsubishi Colt и Smart 4. Позже этот двигатель продали нескольким китайским компаниям. Например, двигатель 1.5 ставился на Zotie Z300, который производили в Беларуси. Это первый четырехцилиндровый двигатель Mitsubishi с алюминиевым блоком. В ГБЦ помещены 16 клапанов, два распредвала. На впускном фазовращатель системы MIVIC привод ГРМ осуществляется роликовой цепью. В семейство 4A9 входят четверки объемом 1.3, 1.5 и 1.6 литра. Также были созданы трехцилиндровые двигатели 3A9 объемом от 1.0 до 1.2. У всех этих версий одинаковый диаметр цилиндров 75 миллиметров. Отличается только ход поршня. Мы разбираем младшую четверку 4A90 объемом 1.3 литра 2005 года выпуска, снятые с Mitsubishi Colt 6. Кстати, этот же двигатель в каталогах Smart или Mercedes обозначается M135 930. Двигатель получился довольно компромиссным. Есть у него особенности, которые приводят к капитальному ремонту. Хотя немало этих двигателей прошло 300 тысяч километров. Многих владельцев автомобилей с двигателями 4A90 могут беспокоить постоянные цоклающие звуки стуки. Их источником может быть разболтанный экран выпускного коллектора, также прогоревшая прокладка выпускного коллектора, а также прогоревшая прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой. Нередко источником посторонних звуков может быть муфта MIVIC и даже детонация. Но об этом чуть позже. Посторонние шумы и вибрации могут возникать от помпы и кондиционера. В них разбиваются подшипники. Вызываемые ими вибрации и звуки обычно меняются при изменении нагрузки на приводной ремень. Так как двигатель 4A90 был разработан еще и для нужд мерседес, к нему используются дополнительные допуски по маслу, а именно не ниже 229.1. Также ему очень хорошо подходит синтетика Mobil 0W40 и 5W40, которые заливаются с завода. Также можно использовать масло высокого класса с допусками 229.3 и 229.5. Масло нужно менять каждые 7-8 тысяч километров. Ходят слухи, что в Японии в этот двигатель с завода заливают масло с вязкостью 0W20. Если масло двигателю не понравится, то вы очень быстро об этом узнаете по жору масла и по детонации. Но об этом чуть подробнее дальше. Блок двигателя 4A90 может начать барахрить. Это проявляется в рывках при разгоне. Схожими симптомами по отказу бензонасоса также могут плавать обороты. Двигатель теряет тягу. Одновременно с этим загорается чек-энджин и индикатор перегрева двигателя. Затем неполадки могут исчезать, но обязательно возникают вновь и проблема в электронном блоке управления. Его надо заменить, а при замене его надо перешивать к вашему иммобилайзеру. Ну что, начинаем нашу разборочку. С дроссельной заслонкой случаются классические неисправности. Двигатель может не реагировать на педаль акселератора. Обороты могут жить своей жизнью. Также двигатель может просто не заводиться. Обычно на проблемы в дроссельной заслонке указывают соответствующие ошибки. Обычно помогает чистка. После снятия и установки ее необходимо адаптировать. А вот если двигатель потерял в мощности и обороты не поднимаются выше 3000, то надо ехать и перепрошивать дроссельную заслонку к дилеру. Кстати, производитель признал эту проблему. Загрязненные форсунки приводят к вибрации на холостых, замедленному снижению оборотов и медленному выравниванию холостого хода. Двигателю 4А90 достались форсунки Siemens Deco, которые ставятся на некоторые новые ВАЗ. Катушки зажигания могут простреливать на ГБЦ через рассохшиеся уплотнительные резинки. Тогда мы получаем пропуски зажигания, на которые указывают соответствующие ошибки. Также мы получаем провалы в наборе оборотов. Для повышения КПД инженеры Mitsubishi сделали двигатель горячим. То есть термостат здесь открывается при температуре 95 градусов. Но при езде в жаркую погоду или интенсивной езде двигатель может нагреться и до 110 градусов. В таких условиях деградируют масло, деградируют маслосъемные колпачки и возникают условия для детонации. При пробеге в 100 тысяч километров клапан VKG теряет герметичность. Это отражается на работе двигателя. То есть возникают подсосы воздуха и плавают обороты. Клапан VKG должен продуваться в одном направлении от клапанной крышки к впускному коллектору. Шкив коленвала на двигателе 1.3 литой, а на двигателе 1.5 демпферный, но размеры у них одинаковые. В свечные колодца может попадать масло через задубевшие сальники в клапанной крышке. По заводу сальники отдельно не продаются. Чтобы решить эту проблему, надо покупать новую клапанную крышку по цене 150 долларов. Вариант купить БУ в «АвтоСтронг» либо некоторые умельцы меняют эти сальники на сальники подходящего размера. То есть заколхаживают. В головке блока два распредвала, 16 клапанов, гидрокомпенсаторы отсутствуют. Тепловые зазоры надо проверять каждые 100 тысяч километров и по необходимости их регулировать. Мало того, что здесь надо подобрать правильный толкатель и стаканчики, так еще разобрать почти всю ГБЦ. По состоянию двигатель нас радует. Кулачки в отличном состоянии и никаких лаковых отложений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Еще один источник шума на данном моторе – муфта-фазовращателя Miwik. Она гремит первое время на холодную после запуска двигателя. Также может барахлить клапан, управляющий этой муфтой. При его неисправности наблюдаются бессистемные дергания, плавающие обороты и потеря в мощности. Если отключить эту электронную фишку, то эти симптомы могут пропадать. Еще при неисправном клапане двигатель теряет в мощности. Загорается чек-энжен, который указывает на неполадки в клапане системы Miwik. Двигатель 4A90 практически не замечен с такой проблемой, как растяжение цепи. Если ее и надо менять, то это происходит при пробеге в 200 тысяч километров. Продолжение следует... Продолжение следует... По ГБЦ у нас замечаний нет. Хороший мотор был. А теперь настало время рассказать вам про распространенную проблему двигателя 4А90. Это детонация. Детонация обычно проявляется в жару при езде на прогретом двигателе, либо же езде на низкосортном бензине под нагрузкой. При детонации двигатель вибрирует в пределах оборотов от двух до трех тысяч. Эти симптомы могут пропадать при включении печки салона на максимум. Эта детонация проявляется при кратковременном залегании поршневых колец, когда масло попадает в камеру сгорания. Горение масла увеличивает температуру в ней. Если у вас детонация на таком двигателе, то советуем вам проверить компрессию дважды на относительно теплом двигателе и на горячем двигателе после нескольких интенсивных стартов. Не исключено, что компрессия в одном из цилиндров будет низкая. Можно попробовать сделать раскоксовку специальными средствами. Если не поможет, то детонация будет продолжаться и тогда придется менять поршневые кольца. После удачной раскоксовки и капиталки следует использовать в этом моторе только синтетическое моторное масло, которое рекомендовано производителем. Обычно с блоком этих двигателей ничего не случается. Блок у нас алюминиевый, гильзы чугунные, хон присутствует без побежалости, но на донышках поршней мы видим масляный нагар. Видать, моторчик подкидывал масло в камеры сгорания. Проблема залегания поршневых колец присуща двигателям объемом 1.3 и 1.5 литра. Это не столько из-за инженерных просчетов, сколько из-за неспособности двигателя работать на некачественном масле и некачественном топливе. Стоит только этим миниатюрным поршням перегреться, как масло сразу же начинает забивать канавки компрессионных колец и засорять маслосъемное кольцо. По итогу двигатель начинает расходовать масло вплоть до 1 литра на 1000 километров. С таким масляным аппетитом он может проехать не одну тысячу километров, но потом может прогореть клапан, разрушится поршень и также повредится сам блок. И чтобы избежать поломки, чаще всего приходится менять поршневые кольца. Эта беда не обошла и наш двигатель. Мы видим нагар на тонюсеньком жировом поясе и соответственно все кольца залегли. Коренные вкладыши у нас в отличном состоянии, почти без пробега. По коленвалу визуально у нас никаких вопросов нет. Обратим внимание на его прогрессивную конструкцию. Противовесы здесь одинарные, не парные. И еще обратим внимание, что в блоке нет масляных форсунок, которые охлаждают поршни. Вот такой мотор мы сегодня разобрали. В вариантах 1.3 он стоял на Mitsubishi Colt и Smarty 4.4, а в варианте с объемом 1.5 он ставился на Mitsubishi Lancer. Разборка закончена и мы очень не рекомендуем экономить на масляном сервисе данного мотора. Обязательно подпишитесь на наш канал, обязательно поставьте лайк, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас качественные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».